Мама, кто это? Кто это? Зайка? Мы крыль. Пошли. Да. Спасибо. Я заболела. Всем привет. У нас, блин, не очень лиси. Ага. Алиса тут болтает. В общем, мы все заболели. И больше всего, конечно, Алиска. Не пошла сегодня в сад. Вчера мне написали садик, что она капризничает, что 37,4 температура. Вот я ее забрала. Забрала, и сегодня... Кто это? Кто-то там летает. В общем, забрала ее вчера с садика. Она кашляла, к вечеру поднялась еще выше температура, высокая прям. Ну и сегодня я решила поехать в больницу, чтобы послушали ее легкие, потому что она кашляет, и я начинаю переживать. Она до этого накануне в садике простыла, заболела. То ли мы недолечили, не знаю, то ли какая-то инфекция. В общем, я переживаю. Еду в больницу. А еще в больницу я еду одна, потому что в Корее я сейчас одна. Саша уехал по делам в Россию, поэтому буду делать все сама. Алиса, пошли? Собачка там. Все, пошли мы. Пойдем в магазин, положим денежку на карту и поедем на автобусе в больницу. Там, по-моему, надо даже на три пересадки сделать, чтобы доехать. Давай ручку, ручку давай. Денежку дай и карточку. Вот так мусор выкидывают. Ездит мусоровоз. Два дядечки собирают пакеты, которые оставляют. Оранжевые, это там отходы пищевые. Сборка мусора. Здесь у нас стройка вовсю. Так быстро сделали, специально тут забетонировали, ворота поставили. Сюда заезжает машина работников и спецтехника. Там что-то школу будет строить. В 2025 году должно построить. Все, мы идем на остановку. В общем, все мы разболелись. Саша у нас сейчас дома, в родном городе. И тоже простыл. Вот, мы уже почти неделю с Алиской здесь одни. И тоже умудрились разболеться. Горячая температура. У меня еще есть свечки, которые я привозила с Хабаровска, которые нам выписывала наш педиатр. Вот мы ими лечимся. Но что-то не помогло. Сейчас все хуже стало. Поэтому Едем в больницу. Постараюсь там показать вам, как она внутри выглядит. Переживаю. Надеюсь, ничего серьезного у нас нет. Потому что кашляет. Кашляет сильно. Алиса увидела детскую площадку. Возмущается. Что мы не идем туда. А мы пропустили автобус. Вот он стоит на остановке. Но он быстро останавливается и уезжает. Не успеем добежать. Сегодня жарко. Капец. У нас был сезон дождей. Сейчас вот он закончился. И наступил сезон жары. После сезона дождей. Так бы Алиске бы коляску взяла. Но в автобусе с ней будет неудобно. Когда я одна. Если был бы Саша, то, конечно. А так идем. Я, в общем, нашла больницу. Ну, как нашла? Мне подсказали добрые люди. Вот. Позвонила туда. Там есть русскоязычная девушка. Она попросила скинуть документ Алиске. И сказала, приезжайте. Вот мы пришли на остановку. Ждем автобуса. Поедем. Да? На Биби поедешь? Автобус. Где автобус? Где? Нету? Сейчас приедет. В тенечек спрятались на остановке. Что, что у нас Алиска любит воду пить? Когда болеешь, тем более надо, да? Муль? Муль? Сейчас поедем. Алиса потихоньку двигается в сторону детской площадки. Показывает мне туда пальцем. И потихонечку идем. Я ей говорю потом, что нам надо съездить на автобусе. Видите, капризная такая, больной ребенок. Сейчас пойдем, пойдем. Фу, успели. Только я могла стоять не на той остановке и ждать автобуса. Вот мы сейчас только дошли. И вон наш автобус уже на светофоре. Мы успели. Фу, жара, капец. Фу, жара, капец. Так, ну что? Я дошла. Я так понимаю, что это вот сюда мне. Лискоспетный роман. Идем. Так, мы пошли. Пошли. Давай. Все. все сходили мы на прием нам сделали рентген сказали что серьезных никаких изменений нет в общем выписали нам таблетки потом эти таблетки поменяли на порошок чтобы было удобнее пить и сказали что у нас просто что-то вроде бронхита будем лечить 5 дней нужно будет пропить лекарство сказали должно помочь иду в аптеку котик мой больной сидит нам выписали вот где вот это рецепт алискин сейчас обратно поедем в аптеке есть он такой ящик с игрушками я даже не сомневалась что алиса сразу найдет машинку полицейская полицейская машина все улыбка на лице сразу отдавая наш рецепт сейчас нам приготовят алиска пока играется полицейская машина да вот видите под кассой сколько всего детского алиска не видит или ей все равно ребенок отвлекся надо купить тебе да такую купили лекарства алиске перекус ты будешь еще один раз вкусила и все будешь в общем она хотела эту полицейскую машину я спросила можно ли купить сказали нет пошли в магазин другой пошли пошли это для ляль ляле потом придут во что будут играть давай на купанге тебе поищем и тоже купим давай увидим с алиской булочку алиске водичку пойдем на автобус котик пойдем тебе вкусно сейчас будешь вон сироп пить от кашля еще одна пересадка что-то я встала на лице-каспелье я ее все время таскаю на траву конечно лежал год из машины я несу алису пакет лекарствую в общем осталось все я хочу дождаться автобус за 20 минут и потом дойти с остановки к дороге котик мой проснулся жарко так еще и температура и жара в общем алиса настояла на своем и мы решили с ней зайти на детскую площадку которая рядом с домом вот она хотела на нее когда мы ехали только в больницу смотрю что я шла за ней ну карабкайся кто тебе помочь на жопке помочь надо давай 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 капризничает болеет температура не знаю сколько она у нас горячая капец вставай на ножки вставай грязно там фу не надо туда кака да вот что за дети взяли все измазали все в какой-то конфете или что не расстраивайся иди на ручки к маме иди ползла-ползла а там кака ребенок расстроил не может прокатиться измазали там все в какой-то конфете все алиска не это не полезно что некоторым было бы все равно она нет кака она дома что-нибудь там к пальцу ей прилипнет она мне мама кака надо выкинуть в общем такая не любит грязь в маму наверное ой запинаюсь все пошли домой осталось чуть-чуть дойти капец я устала саша сейчас значит в хабаровске дела делает на машине ездит а мы тут с алисой на автобусе капец как мне вообще в принципе непривычно без машины на автобусе еще и в жару с ребенком на руках пакетом в руках потому что у меня уже не влазит в мою сумочку за плечами в общем устала ну что жаловаться когда-нибудь надеюсь купим машину в Корее тоже а вообще конечно я очень рада что что-то серьезное у нас потому что я уже начала переживать всякие мысли в голову начали лезть и конечно надеялась на лучшее ну в общем хорошо что легкие и чистые вот нам выписали лекарства сейчас пропьем от кашля надеюсь все пройдет говорю в садик вошла начала болеть он говорит ну здесь ничего не сделаешь ничего страшного врач сказал так вот пойдем лечиться так ну что будем смотреть что нам повыписывали как я вам говорила нам выписали сначала таблетки а потом он подошел там был русский переводчик и говорит давайте лучшие растворы я говорю давайте ну чтобы она смогла пить вот это я так поняла в аптеке как она мне объясняла я же корейский не знаю что это от температуры как вот я поняла не знаю я сейчас все скинула и отправила Саше сфотографировала эту штучку чтобы он мне сказал как это пить он побольше меня знает корейский так дальше вот в таком пакете здесь дозировка написано вот эти таблетки они их просто перемололи и сделали вот такой порошочек там видите дозированный кто смотрит корейские блоги наверняка знают что в Корее таблетки вот так вот подаются по порциям обычно на каждый день там прям в пакетиках распределено а то что у нас порошочек нам сделали вот так еще дали вот такие милые контейнерочки мерные вот и будем пить Алиска видите какая больная у меня держит сейчас будем лечиться Саша нам скомандует с Хабаровска как нам принимать эти 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 капризничает Алиска вообще обычно не капризничает сразу видно что ребенок больной если честно я даже не знаю сколько я заплатила здесь что-то 17 400 4 800 тут 12 потому что карточка Сашина мне ничего оповещение не приходит что сколько стоит сколько прием сколько лекарства нам кстати сделали рентген я по-моему говорила рентген я вообще рада что ничего прям такого я честно начинала конечно переживать в общем все мы с Алиской сидим дома будем лечиться у нас больничный режим пожелайте нам здоровья пошли мы лечиться лечиться алиска там это 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 р Продолжение следует...